Привет, дружище! Рад тебя видеть снова в девятой серии нашего захватывающего приключения на сервере Arizona RP. И сегодня мы продолжим работать оставшиеся 4 дня на работе пилота с максимальным навыком работы пилота, который, если что, мы получили совершенно без донатов в прошлых сериях. Поэтому, кто не смотрел путь с первой серии, советую начать его смотреть с самого начала, ведь путь поистине интересный. Переходите по ссылочке в описании или по подсказке в правом верху в углу на плейлист и смотрите с удовольствием. Также хочу поблагодарить вас за вашу активность под прошлыми роликами, и давайте попробуем поставить рекорд и набрать 300 лайков за 24 часа на этом ролике, я в вас верю. Ну что ж, а я не буду затягивать, смотрите ролик внимательно, где-то в ролике будет розыгрыш с тайным словом. Ну а мы полетели, в прямом смысле этого слова. День 28 или день 4 на работе пилота. День начался в 8.28, я зашел в игру, переоделся в рабочую форму и отправился на аренду самолетов. Прилетев туда, я увидел, что самолетов вообще нету, скорее всего из-за того, что сегодня суббота. Поэтому я полетел в Лас-Вентурас. В ЛВ уже был только один самолет, Лакшери Делюкс, и я решил взять его на 2 часа, пока не появится Спейс Флай. Переодеваюсь в форму пилота, прохожу медосмотр, наверное сегодня я попробую поискать скейт, потому что многие писали под прошлым роликом купить его или брать в аренду, так как с ним мы сможем еще быстрее заработать. А если найдем еще охранника на плюс зарплату к пилоту, будет вообще ништяк. В 8.27 взлетает свой первый рейс за сегодня, и с первого же рейса мне дропается первый Ларец Тидекс. Отлично, работаем дальше. Скорость такая же, как и на Спейс Флайе, только на этом самолете за рейс мы получаем на 40 тысяч меньше, поэтому лучше искать Спейс Флай. Зато за 13 минут окупили аренду самолета. Первый раз за сегодня умер. Оп, первый Ларец премии за сегодня. Из-за этого Роберта меня выкинул из самолета, плохой мальчик. Проходим еще раз медосмотр, наверное сегодня еще пройду 10 медосмотров в Больке, чтобы больше его не проходить, а то это трэш. Оп, оп, наконец-то появился Спейс Флай, быстренько беру его в аренду на 8 часов. Кажется я чутка просчитался со временем, и мне придется брать его потом еще на час. Некий ученый. Никола Тесла. Первый Ларец премии на Спейс Флайе за сегодня. Снова в Больке. Решил купить улучшение планшет, чтобы подавать объявы, для того, чтобы искать скейт и охранника пилота. Цена улучшения, если что, 2 миллиона. С 11.00 начала капать добавка к зарплате из-за организации. Пошел на дно. Встретил подписчика, передаю тебе привет. Не опять, а снова. Кстати, я купил аренду самолета, так как 2 миллиона я потратил на планшет. Вот это, наверное, единство, из-за чего я не люблю выходные. Так, так, увидел, что кто-то продает скейт за 120 миллионов. Хм, интересно, а у меня еще денег на телефоне нету. Так, быстренько пополняю номер телефона, звоню. Скейт продаешь? 120 миллионов. Сколько плюс? Стой, минутку. Плюс 7. Ну-ка, куплю. Думаю, парни, неплохая цена. Если что, потом продам на Vice City, может даже дороже. Но пока я хочу оставить его себе. Еду на автобазар и покупаю скейт за 120 миллионов. Он еще и красный. Покупкой я доволен. Ну, посмотрим, насколько больше мы будем зарабатывать. И через сколько мы его окупим. Пишите ваши ставки в комментарии. Без комментариев. Прохожу первый медосмотр в больнице, трачу на него 350 тысяч. Еще таких нам нужно пройти 9, а их можно делать только 1 раз в час. И когда я пройду 10 раз, можно больше не проходить медосмотр на работе пилота. Вот если что, зачем нужен скейт на работе пилота? Так мы экономим очень много времени. Наконец-то первый ларец пилота за сегодня. Встретил еще одного подписчика, передаю тебе привет. Плюс 20 азакоинцев за 5 часов игры. Отлично. Прохожу еще одно медобследование, в этот раз за 400 косарей. Встретил еще одного подписчика, передаю тебе привет. Если что, стараюсь всем, кого встречаю, передать привет. Потому что я вас люблю. Прошел еще одно медобследование за 300 тысяч. И еще одно медобследование за 400 тысяч. Мы так близко стоим. Прям какая-то связь. Очень странно. И еще одно за 400 тысяч. Беру SpaceFly еще на 1 час и работаем оставшийся час. Ну вот и заканчивается четвертый день. Итого за сегодня заработано 58 миллионов 434 тысячи 556 вирт. Из них 13,5 миллионов ушло сегодня на аренду самолетов. Итого чистыми 44 миллиона 934 тысячи 556 вирт. Также выпало 8 ларцов Тидекс, 10 ларцов премии и 14 ларцов пилота. И зарплата организации нападало 2 миллиона 491 тысяча. Ну под конец четвертого дня на работе пилота забежал в больницу и прошел еще одно обследование за 300 тысяч. Так и заканчивается наш четвертый день на работе пилота. День 29 или день 5 работы пилота. День 5 начался у меня в 10.59. Да, решил немного выспаться. Сразу заехал в бойку. Прошел еще один медосмотр за 300 тысяч. Пока летел на аренду самолета, увидел, что вроде если арендовать номер в отеле, то больше ларцов падает. Заскочил в ближайший отель и заселился в королевский люкс на 10 часов. Ну посмотрим в конце дня, правда это или нет. Прилетев на аренду самолетов, их тут не оказалось. Поэтому полетел в ЛВ. В ЛВ их тоже не оказалось, поэтому я начал подавать объявление, что возьму в аренду SpaceFly. Пока жду самолет, мне набрал подписчик, передаю тебе привет. Еще один подписчик, передаю тебе привет тоже. Так, появился SpaceFly и вот этот братанчик разрешил мне его взять. Спасибо тебе. Поэтому беру его на 10 часов, переодеваюсь, прохожу медосмотр и полетели в первый рейс в 11.30. Пока работаю, подаю объявление, что возьму охранника на плюс к зарплате пилота в аренду. Так, первый ларец премии за сегодня. Крашнуло, поэтому прохожу еще один медосмотр за 300 тысяч. Осталось еще 2. Следующий час снова залетел в больницу, прошел еще один медосмотр за 400 тысяч. Первый ларец пилота за сегодня. В 13.36 я купил аренду самолета. Охранника до сих пор не нашел. Так, наконец-то нашел охранника плюс 19 к работе пилота за 700 тысяч в час. Договариваюсь взять на 7 часов. Честно, не знаю, норма это цена или нет, напишите в комментарии. Все, взял на 7 часов за 4,9 миллиона. Загружаю его, вот он, странный у него ник, конечно, пули от бабули. Ну, сейчас посмотрим, сколько вместе с ним мы будем получать за один рейс. И за один рейс мы получаем плюс 454 тысячи 38 вирс, что довольно неплохо, скажу я вам. Прохожу последний медосмотр за целых 500 тысяч. И все, теперь нам не нужно каждый раз, когда умираем или кражет, проходить медосмотр на работе пилота. Первый ларец Тидек за сегодня и апнул 200 миллионов. Снова сдох. О нет, пули от бабули умер, у меня еще 2 часа его аренда, а как его воскресить? Он же был таким молодым. Прибыл в Больку, а оказывается, он будет хилиться как раз 2 часа. Ну, найс, минус 1,5 миллиона на ветер. Не забывайте кормить своих охранников. Пресс-ф в комментариях в честь пули от бабули. Пресс, как там говорится, пресс-ф, его так надо делать. Без комментариев. Ну вот и пятый день подходит к концу. Итого за сегодня мы заработали целых 78 миллионов 600 тысяч 39 вирт. Но 17 миллионов 650 тысяч ушло на аренду самолета и охранника. Итого чистыми 60 миллионов 950 тысяч 39 вирт. Что, конечно же, круче, несмотря на то, что мы прострали 2 часа работы с охранником. Бедные пули от бабули. 2 миллиона 762 тысячи 100 вирт накапало зарплаты организаций. И выпало плюс 6 ларцов Тидекс и 20 ларцов премии. Ну и 10 ларцов пилота. Ну, вроде тема с отелем работает. Так и заканчивается наш пятый день. День 30-й или день 6-й работы пилота. День начался в 7.50. Сразу зашел, переоделся в рабочую форму и отправился на аренду самолета. Прилетев на аренду, сразу взял SpaceFly на 10 часов и начал работать. Получил Payday и вкачал 36-й уровень. Начал подавать объявы, что возьму в аренду охранника на плюс зп к пилоту. Выпал первый ларец Тидекс за сегодня. Посмотрел на записях ник вчерашнего чела, у которого я брал в аренду охранника. Так он оказывается в сети. Сгонял 24 на 7, купил телефонную книгу и набрал его. Договорился с ним об аренде на 10 часов. Прибыл и взял в аренду охранника на 10 часов за 7 миллионов. Спавню охранника и вот он наш пули от бабули. Воскрес! Да, Христос воскрес. Пошел ты на... Прости меня, дружище, за вчерашнее. Ну и полетели дальше работать. Первый ларец пилота за сегодня. Также заселился в отель. В этот раз за 100 тысяч на 10 часов, чтобы больше ларцов дропалось. Первый ларец премии за сегодня. В 11.30 я купил самолет и охранника. Теперь идем в плюс. Пошел на дно. Кикнуло за подозрение в читерстве. Ну да, ну да. Пошел я. В этот раз, когда охранник захотел кушать, я заскочил 24 на 7 и накормил его чипсиками. Ам-ням. Ааа, меня зажал пули от бабули. Я каменщик, работаю 3 дня. Я сдох. Честно, мне кажется, я чуть-чуть схожу с ума с этой работой. Она просто такая однообразная. Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Малыш. И в сегодняшней нашей встрече я хочу вам рассказать, как вы можете вызвать себе домой инопланетян. Крутяк работал, а меня админ просто так тэпэхнул. Ну спасибо, хоть что назад вернул. Да-да, я снова сдох. Да блять, я не могу. Итого за сегодня мы заработали 66 миллионов 455 тысяч 523 верта. Да, это меньше, чем вчера, скорее всего из-за того, что меня очень много раз кикало. 19 миллионов 750 тысяч, если что, ушло на аренду самолета и охранника. Итого чистыми мы заработали 46 миллионов 705 тысяч 523 верта. Ну ничего, завтра последний день, и я постараюсь еще усерднее работать. И нападало всего плюс 4 ларца Тидекс, 14 ларцов премии и 9 ларцов пилота. Но из зарплаты организации упало 2 миллиона 259 тысяч 900 верт. Так и закончился шестой день. День 31 или день 7 работы пилота. Ну что же, сегодня у нас финальный день 7-дневного челленджа. Зашел в 8.09 и сразу отправился на аренду самолетов. Ну здесь самолетов, как вы видите, не было. Поэтому отправился в ЛВ, а там уже было 3 самолета. И я решил взять лакшери на 2 часа за 1,2 миллиона. Как только появится Спейс Флай, возьму его. Ну что, погнали работать. Пока я работаю, подаю объявы на аренду охранника. В сети того чувака, у которого я брал вчера охранника, пока нету. Первый ларец пилота за сегодня, и мы окупили аренду. Первый ларец премии за сегодня, отлично. Забываю вечно заселиться в отель. Вот заселился на 10 часов за 150 тысяч. Позвонил подписчик, передаю тебе привет. Первый раз за сегодня сдох. Так, челик, у которого я брал охранника, в сети. Давайте наберем его. Так, снова беру охранника на 9 часов, так как 1 час уже отработал. Ну, короче, по 700 тысяч в час. Пуля от бабули нас не бросает. Ты куда звонишь? Что за фигня? Пуля от бабули на крыле летит. Он безбашенный. Первый ларец Тидек за сегодня. Так, вот, двухчасовая аренда подошла к концу, а Спейс Флай пока что не заспавнился. Поэтому беру еще на 2 часа лакшери самолет. Оп, спустя час появился Спейс Флай, беру его на 8 часов, хотя у меня осталось 7. Ну ладно, чутка лоханулся. Первый раз за сегодня кикнуло за подозрение в читерстве. Плюс 20 азыкоинцев за 5 часов игры. Отлично. Пуля от бабули захотелось съесть, и я забежал 24 на 7 и накормил его чипсиками. Ам-ням. Снова в больке. Что за мистический день сегодня? Чел на мопеде возле меня летает. Что за фигня? Ну вот и последний рейс за 7 дней. Итого, давайте для начала подведем итоги за 7 день, а потом за все 7 дней челленджа. За 7 день я заработал плюс 72 миллиона 431 тысяча 222 верта, из которых 13 миллионов 200 тысяч ушло на аренду самолетов. Итого, чистыми за сегодня 59 миллионов 231 тысяча 222 верта. Также нападало 13 ларцов Тидекс, 18 ларцов премии и 14 ларцов пилота. Ну и зарплата организации нападала 2 миллиона 511 тысяч. Ну что ж, а теперь пора подсчитать, сколько в общем мы заработали за 7 дней, работая каждый день по 10 часов на работе пилота. Но перед этим давайте разыграем для вас тысячу азыкоинцев в абсолютно любом сервере Аризоны. Просто подпишитесь на канал, если вы уже подписаны, то отпишитесь и подпишитесь. Поставьте лайк и напишите любой крутой интересный комментарий от 4 слов с тайным словом. Ну давайте тайным словом будет Вишенка. Ну если еще не сложно, можете на мой ВКонтакте и Инстаграм подписаться, ссылочки в описании. Ну это не обязательно. Итак, ровно 7 дней назад наличка у меня было 142 миллиона 124 тысячи 127 вертов. Сейчас у меня 361 миллион 176 тысяч 429 верта. Но, но мы еще купили скейт за 120 миллионов, прокачали медобследование для работы пилота, за это ушло 3-4 миллиона. И еще купили планшет, чтобы объявы подавать за 2 миллиона. Итого в общем мы подняли за 7 дней 345 миллионов 52 тысячи 302 верта. И это еще не считая продажи лордсов. Сейчас их тоже посчитаем, но уже понятно, что если выбирать между работой дальнобоя или пилота, ну тут понятно. Правда, для этого вам понадобится навык работы пилота. Итак, за все время выпало 57 лордсов Тидекс. Если их продавать хотя бы по 250 тысяч, можно и дороже, конечно, это плюс 14 миллионов 250 тысяч. Также нападало 104 лордса премии. Если их продавать хотя бы по 200 тысяч, это плюс 20 миллионов 800 косарей. И самое горяченькое, ух, у меня уже мурашки по коже. Лордсы пилота 73 штуки. Если их продавать хотя бы по 1,3 миллиона, хотя на Vice City их можно продать дороже, это еще плюс 94 миллиона 900 тысяч. Итого при плюсуем только с лордсов мы заработали плюс 129 миллионов 950 тысяч. То есть лордсы, грубо говоря, нам окупили скейт. Еще с организацией за все время нападало 17 миллионов 808 тысяч 100 вертов. Итого, в общем, если работать 7 дней на работе пилота с максимальным навыком работы пилота по 10 часов каждый день, можно заработать... А, стоп, нам еще нападало 26 лордсов организации. Но они где-то по 100 тысяч стоят. Это еще плюс 2,6 миллионов. Ну, барабанная дрожь. 495 миллионов 410 тысяч 402 верта. Да-да, почти полмиллиарда за 7 дней. Ну, я думаю, это мощно и заслуживает вашего лайка. Сейчас я буду это все продавать. А на этом мы закончим нашу девятую серию. Надеюсь, она получилась не супер длинной. Поэтому всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. С вами был, как всегда, Штором. Спасибо за просмотр. Поддержите ролик лайков для того, чтобы поднять мотивацию. Мотивацию должен быть. Всегда мотивацию надо поднять. И напишите, на что мне потратить деньги. Всем удачи. И помните, это только начало. Спасибо за просмотр.